Сегодня у нас в студии победитель всероссийского литературного конкурса имени генералиссимуса Суворова Салмин Александр Анатольевич. Его очерк «Летчик от Бога» был оценен. И вот сегодня мы поговорим о том, описал он, о летчике Владимире Илюшиным. Александр Анатольевич, ну вот, в общем-то, личность очень такая известная. Как вот вообще пришла идея в голову и какие источники вы использовали? – Идея. В 2004 году я встретился с Владимиром Сергеевичем Илюшиным. Но первая встреча произошла значительно раньше, случайно, когда я был совсем молодым офицером и попал на вечер по случаю присвоения воинских званий генерала тоже известному, легендарному нашему летчику-испытателю Александру Савельевичу Бежевцу, моему тогдашнему начальнику, начальнику политоотдела института Лисовскому. На этом вечере присутствовал и Степан Анатольевич Микоян, он буквально до этого получил звание генерал-лейтенанта. То есть собрался весь цвет авиации России. Мне, конечно, было как-то не по себе, хотя это был вечер такой со столиками, с женами, люди веселились, отдыхали. И вот неожиданно на второй этаж нашего молодежного кафе, которое находилось на площади Ленина, подымается генерал-майор, герой Советского Союза, но все его сразу узнали, шепоток пошел, музыка продолжалась, пары танцевали, но все взоры были обращены на него. Это был Владимир Сергеевич Илюшин, легендарный советский летчик-испытатель, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель. Позже и мастер спорта, награжденный французской медалью Де Лао, он взял микрофон, перехватил его у певца и начал читать стихи. Ну, вообще недоумение, конечно, пошло по залу, но Илюшин читал стихи 15-20 минут, читал по памяти, великолепная память. Притом так страстно это было, настолько динамично, что все остановились и действительно были поражены, при том, что, безусловно, это был выдающийся человек, но его и талант, выступление, декламация стихов тоже впечатлил. Вот первый раз я, конечно, не думал, что встречусь с ним позже, значительно, я не думал, что буду писать. Ну, так случилось, что я был тогда уже редактором газеты «Испытатель», и Владимир Сергеевич приехал на ведовщину Государственного летно-испытательного центра и десятилетия нашей школы, школы, летной школы. Я подошел к нему, конечно, я не стал напоминать, потому что, ну, кто я такой был тогда, в общем-то, он меня и не знал, и не мог знать. Вот, попросил о встрече, мы договорились и встретились вот на конструкторской, где находятся домики ОКБ Сухого сейчас. С ним прошла долгая беседа, я спрашивал, задавал вопросы, но написал не сразу. Ну, наверное, надо было осмыслить все это. Ну, во-первых, сами понимаете, это рассказ человека, а ты придаешь ему литературную форму, ты домысливаешь, ты рассуждаешь, ведь в любом случае интервью, например, это одно, а художественное произведение, жанр тот же очерк, хотя я, в общем-то, считал, что это документальная повесть больше, ну, вот коллеги Центрального дома Российской армии, где проходил конкурс, оценили, все-таки по жанру подходит как очерк, потому что рассказывается о человеке, конкретном человеке, используется его воспоминание. Кто пишет, он знает, что одно дело, человек, когда говорит, когда начинаешь расшифровать, то, ну, все угловат получается. Надо работать над материалом, надо думать, надо собирать, надо обобщать, надо придумывать какие-то метафоры, эпитеты, надо все это в художественную форму обличать. Ну, спустя, скажу, наверное, 3-4 года я сел за материал и написал этот материал, он был опубликован, но о чем сожалею, о том, что, наверное, коммуникации еще не до такой степени были развиты у нас интернет, я, по крайней мере, не воспользовался и не взял тогда у него адрес электронный, может быть, у него и не было как такового, все-таки встреча была в 2004 году, я не отправил его эту повесть, этот очерк, вот, а спустя год, вот, в 2010 году он умер, ушел из жизни, к сожалению. Вот, ну, я рад, что очерк был прочитан, прочитан в Ахтубинске, что его оценили. Крайней мере, была с моей стороны отдана дань памяти этому выдающимся человеку. — Скажите, пожалуйста, а вот сейчас заинтересуются люди, где можно прочитать этот очерк? — Если в поисковике просто Салмин, очерк «Летчик от Бога», ну, если более конкретно, на сайте «Ахтубинский пилот» он размещен. — То есть можно прочитать? — Конечно, можно прочитать его, он публиковался в «Ахтубинской правде», ну, и зачем при сегодняшних возможностях мы можем спокойно нажать клавишу и прочитать. — Скажите, пожалуйста, вот заявили себя на конкурсе, ожидали? Ну, наверное, каждый человек, который заявляет себя на каком-либо конкурсе, все-таки ждет, что его оценят. Это нормально? — Ну, это нормально. Ну, я не до такой степени, наверное, тщеславен. И не ставлю себе в ряд каких-то знаменитых там литераторов, тех же. Вот достаточно скромно к этому отнесся, но когда узнал, был где-то в душе что-то, что-то так шевельнулось приятное. Ну, на этом все и ограничилось, скажем так. — Вы согласны, что об интересных людях интересно писать? — Наверное, и проще писать. Вот. Когда есть действительно мотив такой определенный, вот, когда есть люди, заслуживающие внимания, у которых за спиной либо годы службы, либо эпизоды интересные в жизни. Конечно, конечно, проще. Они никогда, в общем-то, не рассказывают так много о себе, поэтому приходится разговорить с человека, вот, добавить изюминки в разговор, добавить изюминки в рассказ, повествование. И это делают все, абсолютно все люди, которые занимаются творчеством, пишут. — Пишите, обязательно пишите, потому что если бы не было людей, которые делились бы своими впечатлениями о людях, мы бы ничего, наверное, не узнали о Суворове, мы бы и о Чкалове, наверное, ничего не знали. А вот благодаря рассказам, интервью, любому литературному жанру люди узнают о героях. А Владимир Илюшин — герой. — Да, Владимир Сергеевич, у него сама судьба складывалась не в пользу того, чтобы он был авиатором. Что удивительно, человек, сын выдающегося конструктора Илюшина Сергея Владимировича должен быть инженером. Отец категорически запретил ему поступать в летное училище, категорически. Илюшин пошел вопреки этому. Он мальчишкой долгое время проводил, 14 лет, на аэродроме Лии, где начальником Лии был Кокенаки. Это наш известный летчик-испытатель, дважды герой Советского Союза, генерал-майор, который поднял, первым пилотировал пассажирский самолет Ил-62. Он у него был на подспорье, то есть механикам помогал. Но человек жил этой жизнью. И вот однажды Кокенаки брал его с собой в полет на ПО-2, известном кукурузнике. А однажды, то есть в принципе он уже мог пилотировать под присмотром опытного летчика. И однажды он ему сказал, слушай, Володя, давай садись, ну как просто машину, садись давай в самолет и гони Фили. Он говорит, как сам? Сам. В общем-то он поднял машину, спокойно выровнял, набрал высоту, снизился, совершил посадку. Когда директор Филиовского завода увидел его, он чуть ли не упал в обморок. Вот первый, как говорится, был полет Илюшина. Потом он поступил в Академию Жуковского. У него опыт был, уже закончил аэроклуб. С отцом они на этой почве, что он начал летать, с отцом они не разговаривали 20 лет. Понимаете, какая вот судьба у человека. То есть люди, которые близки друг к другу, по духу. Но, видимо, как потом объяснял сам Владимир Сергеевич, наверное, он боялся. Боялся за сына. После Академии Жуковского он, благодаря опять-таки Кокенаки, летал на реактивном самолете. Ну и был долго летал в ЛИИ. Хотел, значит, летать и испытывать самолет Е-50, самолет МиГ-21, наш известный, легендарный тоже самолет такой, который во многих странах экспортировался, в Египте себя хорошо проявил. Вот проходили испытания от самолета, он подошел к Микояну и говорит, что я бы хотел вас летать. Ну, Микоян отказал. Такая определенная обида была, конечно. Позже он перешел к Сухому, к Палу Осиповичу. И тут, как говорится, история говорит, неизвестно, кому больше повезло. То ли Сухому, то ли самому Илюшину. Потому что два человека дополняли. 12 типов самолета, начиная с Су-9 до Су-27, базового самолета, на котором и сейчас построены весь планер современных самолетов, это подымал воздух Илюшин. Я думаю, что ахтубинцы заинтересовались и обязательно прочитают ваш очерк «Летчик от Бога». Как журналист скажу, название классное. Как оно в голову пришло? Именно «Летчик от Бога» или «Само собой, разумеется». Наверное, это все-таки не я выдавал название. А «Летчик от Бога», Богом данное, все-таки все они в небе. И Бог наш Всевышний, и человек, который забирается далеко в небеса и находится ближе всего к Богу. Наверное, это правильно. «Летчик от Бога». Итак, «Летчик от Бога» на сайте «Ахтубинский пилот». Прочитайте и судите сами, что это за очерк. Спасибо, Александр Анатольевич. Спасибо. Пишите, обязательно пишите. Спасибо. Спасибо.